Сегодня я расскажу вам о вкусностях, о традициональных блюдах региона Валидаоста. Регион Валидаоста – самый маленький регион Италии. Он окружен самыми высокими горами Альпийского хребта. 70% этой территории – горы с достаточно прохладным климатом, и поэтому все эти факторы влияли на кулинарное наследие этой территории, которая еще являлась мостом между итальянской территорией и французско-швейцарской. Вальдостанская кухня – это простая крестьянская сытная еда из натуральных местных продуктов. Из овощей используются капуста, картофель, фасоль, из фруктов яблоки, например, из них делали и яблочный уксус, груша, известная такая груша Мартин Сек, различные северные злаки. Но, несмотря на простоту ингредиентов, вальдостанской кухне присуща креативность. Если я рассказываю вам про Альпийский регион, сразу представляем альпийские луга с коровками, спасущимися коровками. Поэтому издревле в Альдооста готовили сыры, сыры коровьи и козьи сыры. Самый известный сыр в Альдооста – это фантина. Фантина – сыр с эластичной текстурой, светло-желтого цвета. И фантина используется во многих блюдах. Ну, например, вальдостанские блинчики с вареной ветчиной и фантиной. Это, кстати, очень хорошее блюдо для детишек. Затем вальдостанская котлетта. Берется телятина на косточке, надрезается наполовину. И тоже кладем внутрь фантину. Панируем и подрумяниваем на сливочном масле. Но, конечно, самое основное блюдо, которое готовят из фантина – это фондю или фондута. И ингредиенты фондю – это молоко, сливочное масло и яичные желтки. Подают эту смесь в особой посудине. Называется «какилон» с подогревом. Поэтому смесь остается теплой и сохраняет свою консистенцию. Самый простой способ дегустировать фондю – это макать ржаные гренки и кушать. Также фондю используют как заправку для риса, для клетцок, для поленты и для пасты. Одной из особенностей энергострономии вальдаост – в вальдаоста не произрастала пшеница. Поэтому хлеб готовили из ржи. В соседнем пьемонте закупали кукурузу и рис, потому что эти злаки лучше всего хранились. Из кукурузы готовили поленту – это такая каша из кукурузной муки, в которую добавляют еще ржаную и гречишную муку. А также со времен Древнего Рима выращивали ячмень и готовили различные похлебки. И вообще самым античным блюдом в вальдаоста является суп. И самый известный суп – это супы вальполинессы, который готовят на основе из хорошего куска черствого хлеба, капусты, фонтины и мясного бульона. Готовят в печке. И в июле даже этому супу посвящают большой народный праздник. Горы – это лес, а в лесах водятся дикие животные, поэтому мясо оленей, косули, серны всегда используют для приготовления блюд. Самое классическое вальдастанское блюдо из дичи – это чивет. Берется мясо, режется на кусочки, заливается вином. Туда еще кладем овощи, специи, ароматные травы. Все это выдерживаем примерно 12 часов. Затем мясо достается, обваливается в муке, обжаривается. Опять заливается вином, опять туда кладут овощи, специи, ароматные травы. И на маленьком-маленьком огне готовится не менее двух часов. И так чивет подается с полентой и с образовавшейся винной подливкой. Таким же образом, используя вино, готовили одно из самых старинных блюд – карбонады. Карбонада, смотря как говорит по-французски или по-итальянски. Раньше его готовили из говядины, которая хранилась под солью. Также вымачивали в вине, затем готовили в вине. Единственная особенность, что туда добавляли обильно лук. Конечно, очень важна была консервация охотничьей добычи. И поэтому из окороков, оленя или косули готовили мачетту. Мачетта – это сыровяленый окорок, который можно просто есть, нарезая ножом и под хорошее красное вино. Но это, конечно, еда настоящих охотников. Останется немного в мясной теме. Несомненно, Вали Даоста, кроме дойных коров и диких животных, выращивали свиней. И свинину ели издревле. Из нее готовили различные колбасные изделия, а также знаменитое сало. Лардо дарна – очень нежного чесночного привкуса с ароматом специй и горных трав. Его можно есть просто нарезая очень тонко или на кусочки твердой поленты. Или мне очень нравится. Вот именно только Вали Даоста подают сало с каштанами в меде. Как вкусно на самом деле. Затем Вали Даоста готовит одну из лучших в Италии сыровяленых окороков. Джамбон де Боссес. Первое упоминание этой ветчины относится еще к 1397 году. Производит ветчину в ограниченных количествах, не более 3000 кусков. И, конечно, дегустация этой ветчины – недорогое удовольствие. Рыбные блюда. Какая рыба водится в горной реке? Конечно, форель. Форель готовят, например, в духовке или тушат с овощами и подают, естественно, с полентой. Или есть еще такой способ приготовления, называется карпионы. Троттеин карпионы. Форель в карпионе. Филе форели обваливают в муке, жарят и затем заливают уксусом. Очень такая прям, а мне очень, мне очень нравится это блюдо. Другая особенность – то, что в Альдооста не растут оливковые деревья. Поэтому исторически из жиров там используют сливочное масло или смолец, а из растительных – ореховое масло, которое не выдерживает высоких температур, поэтому им заправляют салаты или другие холодные блюда. Одно из достояний энергострономии Валидаоста – это вино. Я уже упоминала вино как ингредиент. Валидаоста винодельничает уже с древних времен. Конечно, особые климатические условия Альп, а также земельные участки под наклоном не облегчали жизнь виноделам, но многовековой труд дал прекрасные результаты. И регион может гордиться широким ассортиментом престижных вин. Практически все сорта винограда автохтонные, потому что виноградная лоза на высоте 900-1200 метров над уровнем моря должна иметь особую жизнестойкость. И, например, такое вино, как Blanc de Morge et de la Salle, готовят из винограда самых высокогорных виноградных угодий в Европе. А вот сорт красного винограда, как Bien de Nus, выращивали при древних римлянах. И, по легенде, говорят, что сам Понтий Пилат пил это вино и очень его ценил. И, наконец, мы подошли к десертам. Как я вам говорила, что пшеницу не выращивали в Алидаоста, и поэтому все сладости содержат минимум пшеничной муки. Ну, например, такой десерт, как Mont Blanc, готовят из каштановой пасты со взбитыми сливками и безе. Естественно, лес. В лесу растут различные ягоды. В Алидаосте готовят различные пироги с малиновыми и черничными джемами. Классическое печенье в Алидаоста – это тегули. Тегула в переводе значит «черепица» исландца. И такой черепицей издревле крылья крыши в этом регионе. И по форме это печенье напоминает черепицу. Так и называется тегула. Готовят печенье из ореховой муки, сахара и яиц. Кстати, на десерт еще подают свежайший нежнейший сыр реблек вместе с корицей и медом. В Алидаоста готовят знаменитый вальдостанский кофе. Но это скорее ритуал. Подают этот кофе в особой деревянной чаше, которая напоминает чайник с несколькими носиками. В чашу, эта чаша называется «чаша дружбы» или «куп де митье» или «грола». Называйте, как хотите. В эту чашу заливают кипящий кофе, льют граппу, затем цедру, лимон и апельсина, специи, корица и гвоздики. Затем края чаши посыпают сахаром, обливают граппой, поджигают, прям все горит. Пока сахар не закарамелизируется, огонь горит и затем его тушат крышкой. Затем этот напиток распивают через носики, пропуская по часовой стрелке. И чашу не пускают на стол, пока напиток не закончится. Самый символический диджестив Валидаоста – это ликер Джинепи, который готовится из горной полыни. Ну и раз Валидаоста готовит виноград, значит есть виноградный жмых, из которого готовят различные граппы. Джинепи и граппу оставим мужчинам, потому что это серьезные напитки. А мы, девочки, будем лакомиться ратафья. Ратафья – это такой сладкий ликер из вишни и черешни. Также мне очень нравится черничная граппа, просто вкуснятина. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Не пропустите следующие видео, которым я буду рассказывать про энагастрономию региона Лигурия. Регион Лигурия, кто не знает, это морской регион на северо-западе Италии, там, где Сан-Рема, Генуя и Чинкуэ Терры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова